чё за мейкап такой ебанский на какой-то наклеила изюм всем привет меня зовут настя мне 16 лет и я из саратова круто здорово на саратов можно пить или там мизулина потом предъявит просто заранее спрашиваю алло саратовцы шо там можно пить или нельзя пить нельзя ладно понял хорошо оживаются 2 насти одна милая добрая а другая вспыльчивая и требовательная можно сладкую вату пожалуйста нет нет нельзя идите на не по можно с вату или нельзя пчу пишет можно сейчас я закажу сначала товары вас отпущу я тороплюсь можно пожалуйста сначала него через пять минут у меня греется аппарат не раньше карта ёбаный этот кассовый аппарат заблокировал девочкам зачем звонил а дабла чеда кассовый аппарат заблокировался как будем решать по добру по поздорову или как или сейчас мои ребята подъедут разберемся очень быстро успокоиться то есть тут очень сложно так же резко как меняется мое настроение у меня меняются и планы на жизнь я окончила 9 классов местной школы но она блять быдло какое-то ёбаная если честно уже с нулевой я не знаю я вижу если ну сахарная вата она не продается какого вообще вываться типа от этого как-то быстрее произойдет меня приготовят как-то или какой смысл пиздеть вообще алло быстро мне кто сделал но у нас нет кофе мы не продаем его ну сделай сука я тороплюсь чё вообще шаль ебутая иди отсюда девочка на повара кондитера саратовский политехнический колледж но это так для галочки я люблю готовить но я не вижу себя в дальнейшем поваром мне больше меня кстати выглядишь как повар реально с бьюти сфера недавно я прошла курсы бровиста и сейчас делаю брови подружкам так сказать на как необычно слушай клиентуру короче ребят проблема еще такая так как у меня наушники китайские я сейчас вообще нихуя ничего не слышал чё она блять сказала у меня реально фейковые наушники я не понял ни ебаного слова вы наверное вы наверное нормально поняли а я ничего не понял я наверное сейчас может быть поискать где-то наушники нормальные но у меня их нет просто ничего не так вам тоже непонятно это может у меня не с наушниками прикол я рано поняла что деньги мне придется зарабатывать самой потому что на родители рассчитывать не стоит папу своего я совсем не знала мама родила меня случайной связи и особо не рассказывала об отце когда я забеременела насти мне было 16 лет для меня это было страшно непонятно конечно непонятно что ж там понимать тогда мама викторовна анна чё ж там понимать что такое беременность как залететь ты это же реально непонятно если бы мы знали мы не знаем что это такое что такое сперма но мы не знаем что это такое если бы мы знали то мы не знали но все же я решила оставить ребенка так как больше всего я боялась то что я не смогу потом иметь детей я неоднократно спрашивала у мамы об отце но кроме его номера телефона она больше ничего не сообщила и я даже пыталась ему звонить ну судя по всему она и потом еще забеременела это же братик твой получается брала трубку бабушка моя получается и говорила что у него нет детей бросал мне было очень обидно что не отец него семья не хотели меня признавать да и маме всегда было наплевать на меня я никогда не чувствовал от нее заботу и поддержку моя мама зовут анна викторовна ей 34 года и она нигде не работала всю жизнь на что она жила мы живет за чей-то счет то бабушкой здорово прикольно у тебя мама слушай классно в это перезалив выпуск выходил это старый и а чё я все равно не смотрел какая на у меня разница и помогала то она брала кредиты и микрозаймы то содержали ее многочисленные ухажеры в отношениях своей мамой я себя не чувствовал никогда маленькой девочкой дочкой мне очень хочется ее поддержки любви хочется чтобы она была рядом но с другой стороны когда она рядом всегда происходит я просто ни одного не понимаю вот есть психологи наверное в чате да вот допустим не всегда вот в этих выпусках рассказывают о том что мне очень хочется поддержки еще чё-то я не понимаю как поддержка ну это слово синоним кончи мне в пизду это одно и то же или что психологи можете мне ответить пожалуйста хорошо что папа не поддерживал тогда ее если это синоним какой-то трэш мамина семейная жизнь как-то не задалась ни с одним мужчиной у нее не складывались долгие и счастливые отношения так от очередного сожителя она родила моего брата егора которому 14 лет с отцом егора она прожила три года его звали владимир и они расстались из-за того что он поднимал на маму руку хорошо что я не сказал что это я они имеют на свой доход не это устраивало мама никогда не делала ничего хорошего для меня не получил от нее такой материнской любви мама постоянно не красава егорчик вот егорчик реально нормальный чел я была дома она могла выйти в магазин за хлебом а вернуться спустя так это ебаная тарелочница а не мать на она нужна вообще такая ну просто на кой она вообще ну нужна здесь вот в этой семье вот вот вообще здесь в принципе зачем идет короче на содержание к первому попавшемуся от него отражает но прикольно живет мать слушай 32 года челу уже ни разу не работал класс но это это мечта кстати а не жизнь если честно вся две недели а мы с егором оставались с бабушкой периодически мать возвращалась к нам но это было ненадолго и городу первое время он без него дышать не мог только мама была на первом плане а маму она и вообще не видит любовь и тепло мы с братом получаем только от нашей бабули она-то нас и воспитывает бабушку зовут надежда александровна е 68 лет и она на пенсии чё опять телевизор опять сет телефон его раньше делать выходные еще выходные вот его думать своей головой тянут потягиваться по школе поюроки сделаем мы с егором мама часто нас настраивала против бабушки спасибо зона разные истории в каких бабушка была не очень хорошим человеком но они не всегда оказывались родилами до пенсии бабушка работала поваром а сейчас она продает кукурузу в парке бабушка кукурузку толкает какая имба как вкусно вообще ужас вот эта кукурузка там еще посолить ее найти это если еще где-то молоденькая кукурузка вообще кайф а где-то такая резиновая продается это вообще не кайф зарабатывает 30000 сейчас короче я на дачу скоро поеду по пизде там немножко с полей кукурузки блин сварим а чё подумаешь две штучки взял и чтобы это беднеет фермер нет месяц на пенсию бурнир шукуешь 6 тысяч денег мало внуков одеть надо будет день ничего это не надо у ней подруги друзья только на уме с мамы настолько ужасные отвратительные отношения она в каждую мою жизнью ситуацию да заткнись ты блять боже на она меня очень бесит мать я не знаю залезть говорила мне что я плохая мать что так ты отвратительная мать мне ребенок не нужен и что я на всех забиваю когда егор был четвертом классе его оставили на второй год из-за плохих оценок мама пришла в школу и устроила скандал школа обратилась в опеку а когда опека пришла к нам домой они поняли что мама не живет с нами и находится неизвестно где поэтому брата забрали в интернат удержали него там 11 месяцев больше уже некуда был тянуть и надо было уже принимать какие-то меры полгода бабушка собирала документы на лишение матери родительских прав и только когда опеку над ним передали бабушки егор смог вернуться домой также бабушка стала и моим опеку я не верю что мама может измениться я не хочу вообще чтобы на этой жизни присутствовал в моей в настина и потому что она только портит ее постоянно она любит себя и деньги все я больше ничего этой жизни не надо после того как мама какой егор ты не прав она не любит деньги она любит нищету она любит мужика который ее поедет и даст ей денег ну типа нормально такие тоже есть оказывается я вообще не знал что такое может быть родительских прав и она такая сидит на интервью такая говорит вот бабушка говорила мне ну то есть ее мать получается моя мать говорила мне что я плохая мать нет ты хорошая мать у тебя пи***ка на 11 месяцев забрали и еще пи***к на ложку похож кстати держу в курсе она быстро нашла нового мужика и выскочила за него замуж роману 36 лет он друг детства мамы всю жизнь нигде не работает и неизвестно откуда берет деньги и теперь часто в пьяном угаре приходит к нам в квартиру и трепет нервы мне и бабушки диктовать нечего здесь вы не будете происходит все давай иди отсюда и нормальный все давай иди я нормальный все давай иди а чё это вообще за хуй и ну мне есть небольшой совет бабушке просто на будущее и наверное всей этой семье в принципе входную дверь можно закрыть на замок но это вдруг если вы не знали рома безусловно это моя чтобы никакой рома там или ну или егор или артем или очередной любой другой при вашей мамы ну не заходил квартиру моей жизни это моя защита тут человек очень люблю ценю и уважаю а я очень хочу трон детей вообще что ты несешь каких трех овца ебаная алло очнись прекрати плодиться кролик это диагноз блять алло матка чешется изнутри помогите ей кто-нибудь ставьте туда спираль я не знаю алло куда смотрит государство смотришь беременна в 16 может ей рожать нравится я не знаю типа я в тик токе спросил короче там в тик токе у меня вылез какой-то видос ну потому что мне очевидно какие-то женские тик токи вылезают и там женщина рассказывает про какие-то роды а в комментариях происходит какой-то тотальный пиздец и там пишут дети лет 17 и 16 говорит очень сильно хочется ребеночка очень я говорю это вообще закон такое писать это первое а второе ну как это ну что значит орган там еще кто-то пишет очень хочется ребеночка игрит мне 18 очень сильно хочу ребенка зачать и родить я не знаю что со мной организм требует я задаю вопрос что это блять за хуйня что значит организм требует это как где я не знаю ребят у меня ощущение что я в нижний тик ток попал и там какие-то фрики блять сидят все реально вам говорю короче я все поспрашивал я узнал ничего целых ничего потому что ответ гласил так женский организм иногда требует родов я такой что блять не у всех мне там сказали я такой что блять я не знаю может быть это просто кому-то в рекомендации видос попался во время овуляции они такие ой очень хочется ребеночка так это ж не ребеночка хочется а секс наверное в общем я теперь реально это прочитал эти комментарии и я могу сказать что вот откуда ноги растут то блять так что в принципе держитесь пожалуйста аккуратнее у кого-то может очень хотеться ребеночка в 16 я решила переехать организм требует ему парню его зовут никита ему 19 лет ну 19 это уже как бы не 24 до он надежный и внимательный и я очень сильно его люблю бустер привет ты какая грустная задумалась задумалась о том что ты выглядишь старше чем 19 так что кто-то напитал здесь просто задумалась никита окончил 9 классов но в колледж учиться не пошел сейчас работает доставщиком пиццы и имеет 45 но фейкер рублей в месяц нас не очень милая она красивая максимально искренне я ее очень люблю чел ты посмотри на свои волосы у тебя уже волосы вот так вертикально вверх стоят из твоей повязки классный парень ладно 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 вы сейчас скажете ты-то сам топ на свои посмотри веселый не глупый мальчик но таким положительным никит мне рассказал что в 16 лет связался с плохой компанией и совсем забил на учебу я захотел оставить супер плохим пацаном то я начал вести разгульный образ жизни ушел в отрыв начал пить гулять постоянно мы вообще не понимали как он из такого примерного сына вот мы просто стали терять своего ребенка и мы никак не могли повлиять на ситуацию он нас не слышал я не понимаю вы француз я не пол я половину слов не понимаю из-за наушников у нас не было семья к этому предпосылок чтобы так получилось и именно в тот период когда никита ушел из дома мы с ним и встретились причем познакомила нас моя мама при довольно странных обстоятельствах спасибо тебе никита за то что помог бедной несчастной женщине как я которая мать двоих детей я сделала очень многое для нашей страны спасибо тебе никита за то что ты донес эти пакеты мне очень было тяжело я возвращалась с магазина и тут у меня рвется пакет на улице и идет мальчишка может вам помочь мы разговаривали с ней но я такая ну конечно думаю его по перепадет еще молоденький меня еще не трахал в задницу киты он мне рассказал о своей сложной ситуации с родителями ему пришлось уйти из дома и вспомнила свою ситуацию как мне было тяжело жить с моей мамой и мне некуда было пойти и я оставил никиту на жить я была вот такое даже бывает не ну нихуя себе вот сука жук таракан блять мало того что жил так еще и дочь оприходовал но вообще конченый мне мать там вообще походу ну с приветом не а здорово что она добрая конечно и вписала типа но впоследствии этот тип трахнул твою дочку если чё но она наверное даже не знает об этом до сих пор а наверно узнала когда к ней операторы домой пришли сказали давайте восстанавливать ситуацию на горит еще разжал что ли спасибо за донат мягко говоря в шоке а чё в шоке то блять она а точно наш привела короче домой вот этого сожителя понимала почему мама оставила жить у нас абсолютно незнакомого парня и почему никита согласился жить с чужими людьми неужели у него такая ужасная семья я ушел из дома потому что меня в тот момент как я думал не понимают мои родители них отчета улыбаешься вечно ты тоже какой-то там без инстинктов по ходу хотели чего-то большего от меня а я вот такой какой я есть на тот момент я думал то что меня уже никто никогда не поймет и какого было мое удивление когда я нашел поддержку понимания со стороны вот они до человека которого я не так долго знаю но никита быстро понял что его первое впечатление моей маме было обманчивым он увидел что за детьми особо никто не смотрит мама никогда не готовит еду не проверяют у егора уроки и никита начал все это делать сам аня просто выжал на несколько дней и бросала настю с егором я на тот момент подрабатывала я помогал покупал покушать он помогал гору с уроками со мной просто мило общался а чё ей не помогал с уроками тоже странный какой-то тип девушка твоя будущее надо было ей с уроками привет пойдем научить играть идем никита очень скоро забросил дружбу со своей старой компанией и стал больше времени проводить со мной и егором и в один из вечеров на улице мы совершенно случайно посередине маму никиты ее зовут елизавета владимировна ей 49 лет и она работает диспетчером строительной компании зарабатывает 25 тысяч рублей пообщавшись с ней я поняла что она очень милая и добрая женщина и все что рассказывал никита о том что родители его не понимают оказалось неправдой я понимаю что я очень был плохим сыном именно по отношению к своим родителям они этого не заслужили в один момент он вернулся домой я не затрагивала тему его ухода мы приняли его так как будто он и не уходил главное что он с нами после той встречи с мамой никиты я часто стала приходить к его семье в гости папу никиты зовут андрей анатольевич ему 50 лет и он сварщик на стройке зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц также у никита есть брат кирилл ему 29 лет и он уже с родителями не живет в моей семье по ругаемся и 8 лет все друг друга понимают уютно чисто всегда наготовлено настя производила положительное впечатление даже когда они с никита не встречались вот она приходила к нам я видела что она дубля не как там как какие-то молодые скуфы с нулевой не не находите ну типа они родились уже такие бля как будто брая хорошая девочка чем больше я узнавала семью никиты и его самого тема мне нравился все больше и больше я боялась проявить какой-то знак внимания чтобы не разрушить нашу дружбу на меня так тянуло к никите что я решила все-таки признаться ему в своих чувствах я не хотела больше скрывать что он мне нравится я начал узнавать его как человека мне еще больше понравилось я влюбился мы поняли то что мы хотим быть вместе и мы просто начали встречаться даже без каких-то объяснений я была так рада что никита ответил мне взаимностью и поделиться своим счастьем я решила в первую очередь с бабушкой а она как давай никиту заваливать вопросами про учебу про работу тут-то мой парень и загрустил похвастаться то нечем я боюсь не дай бог у него будут какие-то серьезные отношения она еще как говорит сама еще дитя учиться надо не хочу чтобы она повторяла на судьбу своей матери маме тоже не очень понравилось что я начала встречаться с никитой ну сама виновата она же его привела к нам вот так понятно никогда никита снасти начали встречаться я конечно очень сильно переживала волновалась я что-то реально ты переживать на человек рвать и метать была готова ребята на если чё переживать начала кто не понял был у меня с никиты диалог как будто несовершеннолетняя она вообще малышка давайте вы ребят подождете со всеми взрослыми отношениями но вообще-то я ждала что мама меня поддержит что я нашла своего любимого человека не бабушка не мама не поддержали меня узнав об отношениях с никитой и конечно они не обрадовались что я переехала к нему жить но поняли что за куда вы переехали к нему жить я чё-то непонаху он у вас тогда жил если он знал для я ничего не понял вещать смысла нет мужа что-то пропустил нас не разлучить однако я даже не представляю как они будут возмущаться когда узнают что я жду ребенка уже ребенок повороты ёбунты сюжетные что не говори о предложении руки и сердца один из самых трогательных моментов в отношениях девушки мечтают что все будет красиво и романтично и мечтают мечтают на вы конечно чё топ самых что это вот уже больше месяца я живу со своим парнику его родиться родителей тетя лиза и дядя андрей приняли меня в свою семью как родную дочь я им рассказала о скандалах моей семье о маме ароми и я вижу как сейчас они хотят оградить меня от всех конфликтов еще никогда в жизни я не чувствовала столько любви и не слышала так много ласковых слов дядя андрей даже стал называть меня дочкой я была очень рада обрести отца лице никитиного папы он правда настоящий отец любящий заботливый с мамой никита у меня тоже брата оставила попу в принципе хочу прекрасное отношение она очень милый меня называет зайчиком лисичкой я пришла покушать тебя позвать у меня есть борщик я хочу картошку с мясом запеченную меня сейчас нет к ужин хочешь я тебе сделаю боже ты мой зайчик как в ресторане еху ее блять боже мама ты чё на те в губке мы ее приняли как дочь настей не хватает явно семьи и любви и мне ее немного жаль плане того для я не помню чуваки шум я настолько охуешь маня чтобы я вот ну я с алиной уже четыре года встречаешь чтобы я приехал к тёще своей и говорю я хочу вот это я думаю ты чё вообще охуела ну реально дают еду кушай что дают сын ты бляди я хочу вот это запеченная бля а я хочу амаров с креветками да чё не а чё не это да какой тормоз просто ну какая-то охуевшая сука девочки согласитесь встречаться с никитой изначально что ее мама аня наши отношения с никитой стали еще почему он вроде неплохой мы теперь живем в одной комнате и у нас впервые случилась близость как и у всех людей у нас настя началось поцелуев мы просто целовались моменте я начал целовать ее больше и у нас все так завертелось то что мы занялись сексом конечно мы предохраняли снасти это стало случаться все чаще и чаще а предохраняться мы стали реже кейс а если я забеременею то я тебя брошу значит если уже пора зайну чё вообще дебил ебаный алок что ты несешь сынуля нет я не согласна с тобой об этом нужно более серьезно кис к этому относить в кой-то веке девчонка чё-то умное говорит я в шоке с этого выпуска птица на что мы будем содержать ребенка разумеется я люблю никиту и хочу от него ребенка но только тогда когда мы уже станем на ноги ты можешь не переживать у нас большая семья нам есть где жить родительном если что помогут в будущем и квартиру с ними мы будем там жить здорово круто слушай если съем квартиры гарантирую и бестабильное будущее почему нет мне казалось что квартира должна быть своя для того чтобы обозначение встать на ноги приобрело другой смысл но ладно раз если снять тогда в принципе я сейчас готов детей стругать сейчас любой кто квартиру снимает вы уже по ходу готовы детей стругать ты мне веришь конечно я доверилась никите он какой-то странный я не знаю он слишком сука какой-то подвох в нем есть что-то он какой-то слишком добрый какой-то поддерживает что я не верю что-то я не верю я 15 минут посмотрел что-то я не верю сейчас начнет ее лупасить как по башке и мы вообще перестали предохраняться мне бы очень хотелось создать такую же счастливую семью как у никиты и я чувствую что скоро это случится ведь у меня уже четвертый день задержки долгожданный момент когда все-таки на тесте прорисовывается вторая полоска долгожданный да очень ухты поздравлять вы что кончены всей семьей чё за неадекватная вообще реакции как чтобы я не ожидал я не ожидал я не ожидал это вообще что типу это что нормана я в шоке чё за пиздец тут реально не спел походу говорит уже пора поздравлять тест да ладно зайка наконец-то надо сходить гинекологу надо сделать узи но обязательно да это все подтвердится сглазить ведь у меня такая шутка была хуй я конечно буду очень счастлива и если у меня будет внучка и папа был очень счастлива он всегда хотел дочку у него два сына очень хочется внучку они уже короче когда она сказала про узи здесь должна была быть шутка про лилузи верта и питча но мне стало настолько по ее как-то адаптировать что я такой по ебать все вместе стали жить в одной комнате и и спать вместе в одной кровати мы конечно предполагали что у них может появиться ребенок и мы не были против и мы хотели уже маленького человечка нам круто здорово что круто чтобы получить маленького человечка вашему сыну приходится трахать другого маленького человечка вообще здорово если честно мне нужен ребенок любой ценой но бесплатно так сказала бы ее его мать себе я послушала тетю лизу и записалась на завтрак гинекологу не хочу откладывать здесь вообще хоть один адекватный человек есть никита сегодня работает поэтому на узи мне придется идти одной настя я вижу здоровую беременность я тебя поздравляю его большое а сколько недель так 6 недель по размерам плодного яйца все хорошо все хорошо ультразвуковых признаков угрозы выкидыша у вас нет в первую очередь я обрадовала конечно родители никиты когда мы с андреем узнали что за укунь чел пишет положение все подтвердилось мы естественно более счастливы рассказывать о беременности маме спешить не буду не хочу расстраиваться а вот бабушки сообщу как можно скорее у меня новость для тебя какая я была женской консультации сегодня на узи я беременна это так я похвастаюсь своей гениальностью спасибо большое тебе за мемчики вовремя новость для того чтобы плакать что простраиваться я не понимаю бабушку жалко очень работает мы ни у кого денег не занимались как и ты начал и сеть так я не у себя брошу она еще маленькая у них нет никакой еще стабильности он толком поговорить не работа она то же самое и на ребенка сколько надо деньги хорошо я не понимаю почему взрослых людей все упирается в работу какую-то я не понимаю почему так мало нужно для того чтобы ты спокойно сидела ну то есть а если бы он зарабатывал бы сто пятьдесят тысяч но ему было бы 18 и они и он бы бою дочку полу ну внучку получается трахнул бы в шестнадцатилетнем возрасте это значит что чтобы он уже все может что ли почему никто не смотрит на ментальное состояние человека взрослый он или нет я вот этого не понимаю они там он нигде не работал какая разница работает он или нет ты понимаешь что это в принципе рано течел ну 18 и 19 лет он априори долб чё блять за прикол я не понимаю вот этого тут из части в постоянно все упирается в какую-то работу как говорится грудь она будет кормить а если вот так вот не дай бог и чё тогда все сиди и плачь я конечно очень расстроилась бабуль не плачь погоди пожалуйста настроение у меня совсем испортилось матери пока точно ничего говорить не буду хватит негатива на сегодня на фейкрофон увидел я были моменты когда мама приходила в школу не в трезвом состоянии меня за это булили что ты знала о сексе очень откровенно не хочу раскрывать всем конечно все очевидно значит с ребенком сидит считаю что не родители должны рассказывать заходите ли меня из-за отца игоря пожалуйста они типа решили брать подкасты а вот этот и киевский столик телеканала you dsp столик им бища траханая шо вы не могли больше бюджета дать вот там в кадр вон какая-то кусок попадает кстати во время беременности он несколько раз по пьяни доводил меня до того что мне игорь вызывал скорую я честно не помню по моему ты меня там бесила весь выпуск не же мне как-то абсолютно по и кто там доводил тебя это правда это факт я кстати не уверен что я не помню это вообще может быть предыдущий сезон лицо знакомое но я не помню с какого сезона на может быть она реально там бедная несчастная какая-то у меня уже восемь недель беременности я до сих пор не рассказала маме что скоро она станет бабушкой пока я не хочу этого делать а по начал сбрасываешь кто звонил мама почему ты не хочешь отвечать опять что-то случилось я еще ей не говорил о том что я беременна а почему-то них черт возьми у вас в почках деньги никиты может быть как раз тогда когда она узнает что ты беременна черт возьми как же вам повезло оборот тебе какие-то чувства добрые проявит я думаю что нужно ей сказать ну нужно я обязательно скажу конечно но точно не сейчас у меня нет на этой силы я боюсь сказать своей маме о беременности потому что довольно таки напряженные отношения между нами я думаю что она не обратно знаете этот выпуск он довольно скучный потому что тут все как-то более менее но то есть из странного потому что мать парня отреагировала как-то вау здорово и и и девчонка что-то там вроде как бы ну тоже мозга хоть чуть-чуть она имеется и я чё-то думаю а где мне до ебаться и где пиздец начнется ну то есть кого мне чмырить то здесь без рофлов если радуется этой новости но я все-таки прислушалась к тете лизе и решила сообщить маме что я беременна тянуть уже дальше некуда если мама узнает об этом от бабушки то будет большой скандал а нервничать мне сейчас нельзя но и звонить мне страшно боюсь услышать что-то плохое о моем будущем ребенке алло привет вам вот хотим тебе новость рассказать я беременную такую мамина реакция на мою беременность меня очень она пьяная может быть на самом деле не знаю по правде ли она радовалась или нет в этом я как-то сомневаюсь какая я тоже и тут охуенно было бы если бы дочь анастасии такая говорит мать ты ебутая вообще я лишили прав пиздец мать для и просто начала бы в знаете вместо матери хуярить ее вот прям правда ну мы тебя тоже поздравляем рома рад можно вопрос почему в нашей стране существует такое как что тебя лишают родительских прав только от одного ребенка нелогично что нужно если тебя лишили родительских прав дать запрет на роды человеку который проебал все иначе получается так что у тебя есть запрет на двоих при этом ты такой да пуй мне еще просто двоих сделал у тебя их никто не заберет это шпиец какой-то нет нарушение прав человека брод и так сейчас говоришь нарушение прав человека типа как будто бы детей забирать это не нарушение просто ну таких голове них типа нету вот она у нее и так она лишена родительских прав она не восстановила их как я понял из сюжета какого хуй она опять блять рожает типа и опять и у нее нормально сейчас все будет она будет ну я в шоке как тут взрослею что-то все как-то не так у нас нас какая-то поберушка который просто свою жопу подкладывает просто плодится как свиномать какая-то просто одного выстрелил второго третьего час на этот от нее съедется ее прав лишь она четвертого найдет от него блять родит но это пи с какой-то и в итоге все обосранные вообще на максимально обижены на мать не чувствует ее присутствия как будто нет и ебануться можно родителям и бабушки тоже рассказывали я считала что она не скажешь на самом деле первый о своей беременности мне обидно но я ей эту обиду никогда не покажешь видишь как все хорошо со мне так легче стало что мы сказали что все теперь я конечно в полном шоке мне хочется порадоваться за маму но я не понимаю зачем еще один ребенок которого она например может также оставить как нас бабушка смирилась с тем что станет прабабушкой но настаивает на том чтобы познакомиться с родителями никиты я не могу ей отказать она мой очень близкий человек привет бабушка это мама лиза это моя бабушка очень приятно надежда александровна а где ваш папа папа на работе его вызвали задумчивая вы такая я думаю есть о чем задуматься ну а свадьба то когда вот я спрашиваю когда свадьба то ну а мне сейчас свадьбу все-таки сейчас положение когда мы уже спланируем свадьбу как она будет что там будет мне уже вырастет живот я не хочу быть на своей свадьбе беременный это очень тяжело я в свадебном платье с большим животом все сука умные какие-то я не могу это смотреть где подвох но должен же быть какой-то сюжетный твист вдруг мать говорит настя я рожаю от твоего никиты и все такие что-то как-то вообще все хорошо все как-то заебись сука танцуют для меня это не так не хочется свои проблемы свои трудности пока мы учатся с опекой все надо разрешить с квартирой поскольку мамы лишили родительских прав то мне как сироте когда исполнится 18 лет по закону полагается квартира государства а если сейчас она вот узаконит свои права то она может быть когда новый фон у нас квартиру меня удивило что бабушка не особо поддерживает видео о том что дети должны зарегистрировать свои отношения у него на первом плане детям получить квартиру ходить по каким-то судам по поводу каких-то квартир которые неизвестно будут не будут не надо ребенка нагружать какими-то вот этими вот вопросами реально но не надо ребенка нагружать реально уж и ребенок уже ну там другого ребенка носит мне кажется это автоматический статус снимает какой-то для меня ребенок то есть ебаться это не ребенок а вот как что-то по-взрослому решить это ребенок это не надо грузить такое ребенок то вот именно родиться надо как-то чтобы могу законить отношения официально все должно быть с вами тоже если играть это же не копейка не на ребенка скажу сколько тоже над день будет надо хотя бы зарегистрироваться мам но сейчас правда не до этого давай мы потом с никита об этом поговорим в любом случае дети так оно должно быть до безопасно никиту повысили в должности он по-прежнему работает в доставке еды но теперь он менеджер и его зарплата 60 тысяч рублей в месяц мы с ним решили снять квартиру чтобы жить отдельно все-таки мы семья и уже пора налаживать нашу собственную жизнь хотя папы андрея и тети лизы мне очень будет не хватать это комната светлая можем тут вот кроватку поставить давай лучше тут стол ноут будет почему не кроватка ну а ты только увидела комнату тогда кроваточку прям отлично влезет здесь прям комната к светлое если например стол мы поставить да ну вот когда я свой куплю я тут стримить хочу начать понятно вот где пи***ц а я-то все думаю где же пи***ц то должен быть то вот где пи***ц вот где пи***ц то зарылся бля ой ебать вообще гг вот оно где-то а вы я думал не просто так он эту повязочку то носил ну все лёха пчелкин будет сейчас какой-то только только лёха пчелкин здоровый уже который мне понравился он в районе 100 тысяч стоит где взять эти деньги ты не понимаешь да то что этот ноут мне нужен для того чтобы зарабатывать нам деньги параллельно буду работать доставки раз доход также будет но понимаешь если это залетит мы станем богатым у нас будет много денег ребенок придурок что ли для как под меня выпуск делали так прикольно если это залетит а если нет то ты типа со своей женой чё будешь делать с ребенком что в будке собачьей жить говорит если это залетит как будто бы одного залета тебе не хватило мужик родиться уже скоро если вдруг что типа мы будем без денег на квартире деньги на ребенка деньги на продукты что мы будем делать к родителям эти у них денег занимать или что ты мне вообще не веришь что ли я говорю о том что во мне сейчас растет ребенок я сейчас не уверена ни в чем нам нужен этот ноут чтобы вот этих вот проблем не было у нас чтобы никаких не долгов да чтобы спокойно за квартиру платить спокойно ребенку все купить ты вот чего он так взял что и стримить это пи***ц как легко то есть по логике вещей тебе нужно было бы курина этой башка на с повязкой на голове тебе нужно было заранее это пробовать делать они сейчас типа гореть желанием нету ни одной вообще ну сколько людей сейчас стримит я тебя сейчас могу пул просто открыть на твиче вот эти сейчас открою твич я зайду сейчас джаз чат джаз чатинга просто вниз про скроллю и ты очень сильно огорчишься чем ниже спускаешься тем меньше меньше зрителей у тебя будет а в самом низу ёб твою мать что тут происходит бля мне впадлу короче вниз скролится вот где-то ты там самом самом низу будешь понял и надо рассчитывать только на рекомендации хотя с чего я взял чтобы на твиче будет стримить друг нет вообще меня не понимаешь совершенно а ты меня зато понимаешь порой надеяться на авось короче никто туда не заходит как вот он все рассказывает сказочно я это так все не вижу может быть мне просто нажать стоит вот здесь аудитория по убыванию во а у меня сортировка стояла по рекомендациям блять каким-то на ну кстати много по 40 зрителей то типов не ну стример это уже реальный пи***ц не ребят стример в семье это горе вот и все смотри сколько людей сидит здесь с одним зрителем бедных на никто никогда сюда не спустится и не зайдет потому что всем проще нажать кто сверху в рекомендуемых вылазит и тут будешь ты блять такой ребят помогите вот моя карта помогите мне на ну сто процентов скорее всего не залетит надо было раньше я конечно слышала чтобы сейчас не то время чтобы рисковать фире люди зарабатывают деньги да как они зарабатывают вы знаете люди пожертвования кидают сейчас никак не заработать бы по-другому привет морфи но я не гордон стабильный и большой заработок и где гарантия что нету гарантии и сука доходность твича это нестабильный заработок на я хочу чтобы все знали сейчас кто это смотрит в перезаливе кто это смотрит сейчас у нас есть доход он высокий но он не стабильный сегодня ты зарабатываешь тока сегодня и запомните зарабатывают только те стримеры у кого онлайн приличный примерно от там я не знаю трехсот онлайна и то не факт ты можешь сидеть с десятью тысячами у тебя по донатам будет настолько все плохо шо пиздец мне просто повезло что я душно у которого люди думают что я все знаю в этом мире и я на любую у которой у вас жизни происходит дам совет я не знаю я не знаю как так вышло и вот они тратят деньги спасибо спасибо за что благодарят пойми реально я сижу стримлю просто по кайфу то есть за что благодарят контракты рекламные чел прикол в том что они тоже нестабильные я вот сейчас скажу по тупому но стабильность моя заключается от донатов вот теперь с этой информации живи сегодня у тебя есть контракт на месяц завтра его нет на у тебя еще раз вставать если твою аудиторию уже все типа ну она там поактивничала то есть нет смысла стоять постоянно тебя не беспокоит что этот никита это никита петряев с ютуба что он не хочется в бургер есть на мне что-то похоже такое показалось но я не знаю кто вот никита петряев написал мы вложим вот это что я так не досмотрю и не прогорим я считаю что мы не можем так рисковать особенно сейчас когда мы ждем ребят я спасибо но я ее понимаю типа я ее понимаю как стример даже и как человек это адекватное решение непонятно прогорит не прогорит очевидно сегодня нам предстоит первый скрининг и конечно же я переживаю потому что я не знаю как там наша малютка как ее здоровье все-таки первый скрининг это очень ответственно и на нем как раз таки и говорят об отклонениях ребенка все чувствуете не особо нас не тошнит часто у нее бывает еще то что настроение прыгну на слот развивается соответствует сроку вот любви как раз 12 недель и 6 дней параметры сад нет я ниху не делаю запомни 3 ляма фолловеров у меня будет я ничего не сделаю поэтому по ловьтесь пожалуйста я ничего не сделаю ради этого развития плода тазовой части плода я могу предположить пока на первом скрининге что этому будет мальчик мы с никитой выдохнули все с малышом хорошо я очень надеюсь что это все таки не просто если девочка было бы все плохо я уже говорил да что будет девка я очень хочу дочь прям вот я хочу дочь чтобы вложить мне всю свою любовь и заботу и все стримерство в ее воспитание переживаю как воспримут новости в ноги родители никиты не но если мальчик то я не буду воспитывать нахуй нужен и закладывать в него свое воспитание тоже не буду нахуй надо блять и не так мечтали о внучке у нас скорее всего будет мальчик ну это какой-то выпуск до оборот я там урод если честно все мальчиков хотят тут наоборот все расстраиваются какой-то стример что происходит здесь какой-то арт-хаус у вас алло телеканал ющу за хуй так же я позвонила своим родным и обрадовала их что будет внук бабушка и мама были очень рада этой новостью у меня уже пятнадцатая неделя беременности я отлично себя чувствует ребят фоллофте сена 3 ляма фолловеров я реально анмодного тинвейва лучшим подарок вам может быть с твой и меня ничего не беспокоит но хорошее настроение длилось недолго пока не позвонила мама когда мне исполнилось 14 лет я оформила на маму свою карту но мама тут же стала ей активно пользоваться потому что ее карту из-за долгов перед банком арестовали судебные приставы и когда мама со своим мужем ромой захотели на мою карточку оформить кредит мне пришлось заблокировать счет теперь когда можно вопрос это как это они на и смогли оформить на кредит на ее карточку с учетом того что карточку она получила в 14 что это за банк на и такой мне интересно просто который на 16-летнюю пиздюка сейчас кредит повесит сбер какой-то улыбку если честно маме нужны деньги она звонит мне и просит разблокировать у меня даже как дела там не спросил сейчас мы решим эту проблему и я тебе сразу позвоню мы с тобой пообщались по поводу всего что у тебя происходит и в жизни со здоровьем и вообще такое ощущение как будто мы отлились друг от друга мне это очень обидно доченька я все прекрасно понимаю ну за последнее время слишком много всего навалилось извини мне пора да навалил он мне на грудь блять и короче и все и пи**ца навалилась вот этот ребенок еще не пришей пи**я рукав вообще ни к чему блять здесь ну навалилась но пойми ты матушку свою уже наконец всю жизнь на меня что-то наваливается с пузом волосатым блять а я и рада блять рожать на ну я что могу поделать ну вот такая я добрая пускаю в свою жизнь и не только в лона еще пускаю ну что поделать но навалилось жить конечно меня мое состояние для мамы не так важно как доступ к моей банковской карте я конечно же задумалась о том что стоит ли мне прощать маму потому что все таки это уже не первый раз и я боюсь снова обжечься мне мама звонила не как дела не как я себя чувствую бля мужик какой ноутбук ты что дурной если расстроена очень никто на ноутбуке не стриме только фрики 30-40 можешь подождать пожалуйста и за 30-40 минут я уже тут плакать буду да забей просто имеет уже бесит ничего страшного не случится если ты выйдешь из игры я не могу сейчас выйти ну то есть такого варианта нет бля нет варианта мать но он же в онлайн игру играть дока 2 но там ждать не будут реально пацаны ну ставь на паузу свою хуйку пошли помнешь мне пятки так но я понял сейчас тут будет гипер как это называется гиперболизированный чел который превратится якобы в задрота и вот он такой видите ли первый звоночек был что он стример значит он задрот значит он внимание не будет уделять я понял потому что сейчас нам показывают что он типа да все забей забей я не могу сейчас выйти такого варианта не то игра в которой можно на паузу поставить а меня кинуть можешь почему кинуть но как это еще назвать можно я тебе не кидаю за несмотря на то что я была про чел ты валорант играешь ты сука говноед с этой хуй и можно ливнуть ту же секунду как ты туда зашел просто ливай нахуй против покупки компьютера за 100 тысяч рублей никита все же купил его втайне от меня на наши отложки берху блин ребенка деньги мало того что пострадал наш бюджет и мы в этом месяце уже не сможем купить коляску так никита еще из-за этого дурацкого компьютера не уделяет внимание мне и нашему будущему малышу не хочет чтобы ты поговорил с ребенком живот не погладь какой на ребенок ты не родила еще бы я господи короче я понял так как у нее там детстве любви не хватило она сейчас будет эту любовь требовать с него поэтому это очень сильно не стакается с тем что он уединяется значит ее нужно сейчас вот туда и сюда короче честно я понял в чем подвох убили тела у тебя убили потому что ты дуэлянт придурок и ты либо убиваешь либо всасываешь как это из-за нее тебя убили бы что из-за меня ну просто отвлекся на тебя и чё я понимаю все зайну это как-то глупо у тебя живота даже сейчас совсем нет у меня уже видно живот он уже большой там ребенок еще даже не сформирован как он может меня служишь формирован мы же вместе видели на узи наконец-то у меня появился ноут который все тянет и я теперь могу проводить стримы жалко это какой-то чел из чата моего сто процентов когда их провожу настеньке именно в эти моменты я нужен и это нужно не потому что ей что-то нужно срочно сделать а это нужно просто под чтобы вот понять что она дороже чем игра я понял что он сказал он да 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 но я это и сказал только другими словами короче есть люди которым все время мало внимания поняли они очень сильно ревнуют там к технике блять или еще что-то и ты вот все время должен с ним с этим человеком время проводить потому что если ты там не дай бог ну на 10 там на 30 минут и куда-то там пойдешь своими делами заниматься то это может приводить конфликтом очень сильным не есть таких очень много чуваки серьезному говорю просто мне кажется что разговаривать животом причем эти люди сами знают что они очень сильно насиживают на человека из-за этого приводит конфликту но они них я с этим сделать не могут ну если ты считаешь что может тогда и наша вся семейная жизнь тоже это глупо ну чё ты разгоняешься о чем ты сейчас что нанесешь вообще я уже просто начинаю сомневаться действительно ли он готов стать отцом как он заявлял без подарил девочки сабочку еще то вот так и живи а мог бы дальше стримы шефа смотреть про беременну в 16 и сам бы не попал сюда тоже что когда мы с никитой переедем в отдельную квартиру мы будем жить в мире и гармонии как его родители но на деле мне не хватает его внимания кажется мы отдаляемся друг от друга и я стала бояться вот именно ключевое слово кажется что могу совсем он же сидит буквально полметра от тебя куда он отдаляется тоже несешь конечно за месяц сидит да конечно никита без наушников играет но пройдет он из-за нее сегодня ко мне в гости приехала моя подруга алина год назад она стала мамой алинка привезла старые вещички своего малыша поскольку все его ползунки мне скоро очень пригодятся вот смотри новый ноут сто косых серьезно он все таки купил переграется ну стал конечно меньше уделять времени теперь из-за этого ты еще и с ребенком тоже мы девочки это пиздец бля я вот вам говорю вся проблема помните я высказывал уже тему о том что они все воняют потому что у них нет компа но то есть в этом весь прикол 100 тысяч на ебаный ноут это вообще ничто я вам так скажу чуваки это говно ебаная за 100 тысяч ноутбук я вам так скажу там по-любому какая-то 30 60 с которой ты сука не сможешь играть и стримить одновременно но это где-то сто процентов я вам говорю как человек который приценивался к ноутом и покупал ноут у меня блять мой был ноут я его в качестве оплаты рекламного контракта попросил ноутбук мне привезти мне привезли его общей стоимостью 350 тысяч рублей он стоил на нем стояла 30 70 он не вывозил стрим вы помните себе прекрасно этот концепт д от эйсера который мы брали на стрим хату и он просто не мог ему было плохо а это я еще игру на нем не запускал в общем-то все ноутбуки это хуйня вот ты живешь своей комнате нахуй а тебе ноутбук ебаный ты примат но возьми ты на 100 тысяч какой-нибудь бушный компьютер хороший по производительности будет такой же сука но с более древними комплектующими потому что в ноутбуку резаная все суют вы же это понимаете есть некоторые бренды которые полноценные видяхи туда не там ноутбук не сколько весить начинает и внешний блок питания у него еще вот такой здоровый как сам ноутбук если что вот это да вот этот ноутбук реальная тема все что там тоненькая тихая это все хуйня запомните если все время тогда нормально если у тебя нет потребности нагружать его в данном случае об с это какая нагрузка на ноутбук который так плохо охлаждается он сам по себе троттлит потому чтобы он горячий у него маленькое пространство он обдувается очень плохо он троттлит он чаще всего его лочат на многих ноутбуках например вы понимаете что как только вы вытаскиваете его из зарядки на он падает в производительности назад вставили пошел но опять же это все равно все урезанное кастрированное чисто там видики посмотреть ребят вот он же сказал что он будет в игры играть и стримить правильно и нам преподнесли что он будет это игру игры хуярить и стримить не потянет это хуй за 100 тысяч это в залупа сейчас в двадцать четвертом двадцать третьем году даже двадцать третьем это очень плохой ноут за 100 тысяч что посмотреть видики нагрузить там 8к битрейта блять 60 fps 2к монитор там сейчас скоро стримы кстати будут выходить нормальный на видюху нагрузить хватит вообще с головой на хоть обосрись то что угодно хватит сделать запустить какую-то игру на графике нет не потянет чёки ссори чё ты несешь у меня ноут за 100к а и 7 2 на 12 650 и 30 60 ты вообще видишь что ты пишешь друг сейчас со мной споришь что ли на человеком который 10 лет стримит что ли я чё сказал что на нем в игры нельзя играть можно ты тупой сука ты учись слушать стримить и играть в игры нормально не получится идиот говорю так животиком он не понимает что у меня там живой даю еще пять лет а мд будет ебать интел вот так вот нахуй мне обидно с этого очень может обратиться она уже ебать так через пять лет вообще похороны будем устраивать у интела ну просто если все запустится будет хуже не знаю все таки я решила последовать совету алины вечером я решила поговорить с никитой и предложила ему сходить на парную психотерапию так как он отреагирует я ребят я в шоке что за выпуск шестнадцатилетний пик у него одна ошибка это в 16 родить все остальное но это мега база какая-то я на такая умная я не понимаю но она правда да но блять к ней вообще не придраться чё за выпуск вообще странный какой-то у меня поразило то есть вы посидели там какая-то парная психотерапия могла бы прийти к братишкину 200 рублей кинуть сказать здравствуйте живем с женщиной четыре года но последнее время начали отдаляться вова скажи пожалуйста что мне делать продолжение следующем донате и оплачивает полный курс похода к семейному психологу своими донатами нормально да поговорили о наших проблемах ты все вывалила наружу алине рассказала да я на те говорит ну он животом не разговаривает идите психолог мы можем просто это сделать в этом что плохое что-то нам от этого хуже станет неужели у нас реально все так плохо в семье и я этого просто не замечаю либо это просто бушуют гормоны у нас тут мискоммуникация кстати между двумя людьми реально и она раздувает из мухи слона я все-таки уговорила никиту пойти к чему я просто в чате написал чел вова мы с девушкой в отношениях четыре года она безумно красивая но мне не нравится ее пися я помню как меня порвало нахуй ой бля как же меня порвало тогда я помните вот эту хуйку а потом в тик токе вот эту хуйку про про щавель начали разгонять я еще тогда думаю что бы за щавель да я прям сразу первое когда увидел этот тик ток я сразу этого донатером вспомнил когда она меня просит поговорить животиком этот момент он как-то меня напрягает вообще себя глупо перед кем ты не хочешь выглядеть глупо перед всеми у меня большие надежды на эту психотерапию я думаю он поймет что все-таки малышка да это монстрой придумал просто обычно это по-другому называлась называлась не щавель брухля все слышит понимает и он поймет что мне обидно что он не разговаривает с ребенком вот возьми представь что это твой ребенок а что ты бы ему сказал сейчас то что я его люблю я хочу дать ему и внимание заботы и любви что я его если что побрею на лысо за за 500 рублей никит сейчас я же стример я должен соответствовать тебя на руках ребенок куклы с которым ты разговариваешь испытываешь ты что больной это ж кукла бы никит утяжку кладу руках ты чё идиот эмоции ведь это же не глупо ты можешь также разговаривать передавать свои чувства своему ребенку на этом этапе происходит формирование навыков отца сергей я не сомневался что вы ни капли конченко какой-то есть честно с таким подходом потому что понимает каждого из своих родителей я уже почувствовал по максимуму то что ребенок он уже ладно давайте не будем это ради шутки мужик не обижайся типа я не знаю какой ты психолог но все психологи которые сидят вот здесь на беременно шнадцать они все несут какую да он пока в животике у нас ники но нас уже трое то есть уже все семья и вот теперь то же самое что ты говорил кукле ребенку скажи своему младку кукле стайл денту находящемуся у насти в животике я тебя уже очень люблю я тебя никогда не обижу ты будешь чувствовать себя всегда в безопасности находясь рядом со мной и с мамой своей тоже мы очень ждем тебя будем очень сильно и тебя любить я больше не обижаюсь на никиту сеанс у психолога пошел нам на пользу никита стал чаще разговаривать животиком больше откладывать денег на вещи для ребенка а сегодня еще и сам предложил выбрать имя малышу уже 50 будет с нулевой как будто детка такой обычно басанское имя ростислав да что ты вообще что ты за имена выбираешь алло богдан вениамин волна сейчас убьет на честно нет денег честно никифор никитич кефир никитик афанасий бабушка звонит каком мультике 5 афоне на ю тубе был а в мультике был фунтик надо было бы стримера посадить короче бабушки что бабушка съехала он запускал стримы из квартиры где мать его живет кто-нибудь бы задок силовый адрес сто процентов пришли бы менты и мать бы скрутили на все изи профит оказывается мама вместе со своим мужем алкоголиком ромой собираются переехать жить потому что мать там наверно такой алкаши за неуплату их выселили из квартиры где они жили до сих пор я поняла что бабуле срочно нужна моя помощь хоть никита меня и отговаривал я собралась и поехала к ней никиту я убедила остаться дома потому что мне стыдно перед ним за свою семью и я не хотела чтобы он лишний раз становился свидетелем нашего скандала пока я прописана здесь и я буду жить здесь не будет нет ну как это нет а на что я имею право я на что-либо в этой жизни имела право но это уже твои проблемы это твои проблемы это ты меня так воспитала ну конечно кто я тебе кричу кончено спасибо когда даже с егором ситуация получилась ты что сделал ребенка настроила против меня перестаньте вы уже насчет этого его нужно было слушать меня моя я тебя слушал чтобы изменились я тебя слушал не оба в детстве с ней оставлять значит и такого не хотел она никого не любит кроме себя и поэтому я на стороне бабушка на право тимур это рандомно летит но может такая теория имеет право на жизнь потому что это вам не дело а потому что я и должен быть делал в тебе мама завала себе поговорить что случилось и потому что бабушка у нас как обычно то такое все не так я просто вы зачем кричите вас слышно спроси меня оказывается выписать понимаешь в никуда 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 вы понимаешь но я этого не делаю я этого не делал я сделаю твоими руками то себе подумай почему с тобой никто общаться не хочет ты об этом подумай может быть дело в тебе может проблема вся мир стрим с маком и бытую захват и меня такой сделал так уж так может быть да можно какой-то хуй ноут взять и на него короче рендер перекинуть так норм захар я не что я погрузилась в свое детство опять это ругань слезы плач ну конечно всем нервы настя беременны ты делаешь все для того чтобы настроить чтобы уничтожить откуда у вас только денег на очень болит живот очень очень сильно тянет живой скорость привет передай привет дэнчику андрею привет на фоне их крика мне стало очень плохо никогда раньше мне так больно не было я испугалась когда приехала скорая то меня сразу же забрали в больницу скажите пожалуйста что сейчас беспокоит какие жалобы на живот тянет давайте на животик посмотрю бля это какая-то это она мне стримершу напоминает только которые глория матвеевна только только 70 килограммов матка в тонусе больно что прям реагирует на неприятно да это опасно конечно сейчас идет угроза беременности гипертона сматки это одно да 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 явлений прерывание беременности этому состоянию может поспособствовать психоэмоциональные стрессы самое страшное последствия это конечно прерывание беременности и выкидыш мне интересно вот сейчас это реально всегда так было что если ты нервничаешь у тебя может это вы вылететь а как раньше женщины беременными бегали когда на них мамонт нападал на их поселение они прям там рожали или что ну представим мы дикари ты выбрал себе женушку волосатую как и ты сам волосы у тебя с жопы и с яиц как у рапунцель ты нашел свою женщину ты такой дубина и и такой она тебя тоже дубины и вы влюбились после этого после звездочек и вы такие надо секс делать ну вы не разговаривали потому что вы не могли разговаривать очевидно языка не было вы просто мычали друг другу вы как-то влюбились трахнули друг друга и пошли в пещеру жить свою а потом ночью к вам пришел волк сожрал твоего мужика и ты такая и прерывается моя беременность или как или или это как было раньше я не понимаю не мне просто реально интересно где тот порог когда пи то есть я не пытаюсь выстибать не думайте я просто пытаюсь понять где тот порог когда вот ну реально уже пи то женщине реально потому что ну я просто представил что я в каком-то своем племени и там моя мама на ругается с бабушкой и я такой как же мне по я бы ушел просто я бы сказал а ну заткнитесь и если бы они не заткнулись и начали бы на меня пи то я бы ушел ну типа это у всех так работает или нет а у каждого по-разному ну все я понял просто здесь вот обычно здесь понятно ссора там типа нервы и все такое обычно беременна в 16 это мужик такой я не буду работать она такая от мне плохо я не должна нервничать я думаю ну пи то какой-то блять что за хуй это может быть тоже здесь перекручивают пи то как рил так но это пи то да ребят солейный также дубиной познакомились дам я сюда в берлогу свою в раменках затащил и дверь на замок повесил так и полюбила прости за правду недолго ли придется лежать в больнице в любом случае вам нужно находиться под наблюдением круглосуточно дней десять точно я очень конечно распоряживался когда настю увезли в больницу это вот как раз таки из-за того что бабушка постоянно звонит и рассказывает о ситуациях которые у нее случаются настя за это переживает и вот в это все и вылилось никите его родителям и своей бабушке я запретила приезжать видя как они переживают за меня я еще больше начинаю нервничать но мы с ними на связи каждый день а вот мама неожиданно решила навестить меня почему я очень все давай обнял на связи не рада я не хочу ну блять то должна была какая-то поживая музыка сыграть такая знаете но я не подготовил бинды поэтому ловите просто металл металльную пайпу типа вот ведь именно из-за нее я могла потерять ребенка полить что-нибудь тянет сейчас нормально все поле нужно я очень переживала за твое самочувствие в этом есть бля сука хочется ей через экран плюнуть на голову где-то моя вина что вообще такая ситуация могла произойти я очень веню себя в этом что вообще бабушка позвонила тебе и тебе это вообще было знать не обязательно вообще бабушкина общение с настей это первая угроза здоровью она а ты бабушку быть угрозу здоровью делаешь бабушка болеет может чем-то она же сама помрет я ты вообще в 32 и если что 32 бабушку даже даешь ты вообще конченый человек ты блять просто тварь какая-то я тебя осуждаю не поддерживаю вообще к своему женишку который тебя поевает идите на к нему квартиру или у него нет квартиры поэтому он к тебе ломится тоже в 16 родила очевидно это тарелочница самое настоящее наглость ее второе имя причем содержанка и у меня слова не поворачивается назвать не доросла до этого уровня и настя новому положению настя очень восприимчивая девочка она очень близко воспринимает каждую ситуацию что происходит гордон сейчас кинут не жалко бабушку что вы ругаетесь что вы ее там можете как-то обидеть она старый человек пожалуйста решите вопросы между собой решите вопрос жильем тогда я не буду волноваться хорошо милая постараюсь ближайшее время решить все проблемы какие проблемы нам не надо об этом сказать сегодня меня наконец-то выписали повышенный тонус матки прошел я чувствую себя отлично москву е врач предупредила что нервничать мне нельзя дано из больницы меня забрал никита примерно до понимаешь догадываешься из-за чего вообще вот это все случилось ну конечно и зачем на фоне моего стресса а стресса зачетую за маму с бабушкой вот давай договоримся так сейчас да хотя бы во время беременности ты бабушки скажешь чтобы она больше тебя не беспокоил нет не можем больше сюда не пищи я согласна с никитой что общение с моими родственниками только лишь нервирует меня и хоть я не чему не надо посему бабушку но пока что мое спокойствие и здоровье будущего малыша мне дороже я решила что с мамой я больше не хочу общаться а бабушке я сказала чтобы она мне больше не звонила с плохими новостями сегодня у меня второй скрининг концепция смотрите внимательно значит смотрите овум овуляция фетилиза тион это фертильность зуготе это зигота ду тусел стейдж это это стейдж 2 форсел стейдж это стейдж 4 эйтсел стейдж это 8 но но руло это уже когда яичко такое типа превращается ну там уже шотом или погоди бля не понимаю тут снизу вверх или сверху вниз надо они а да 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 все правильно снизу вверх там потом blast начинается blast fest а вот тут уже разберешь именно на нем обычно узнают пол малыша на первом скрининге врач предположила что у меня будет мальчик но это не точно у вас тазовое положение плода это не так страшно потому что ребенок занимает всегда положение физиологичное так как ему удобно но важно к моменту родов чтобы он занял головное предлежание вот и мы сейчас посмотрим какой пол это же тоже интересует вас да очень вот как раз ножной конец и что мы видим ой а у вас пол женского рода а это прям точно сто процентов девочка до девочки я сразу побежал мой сразу же первая мысль от раха тебя можно либо получишь что-то донатишь домой чтобы поделиться такой радостной новостью с никитой наш афанасий будет девочкой прикольно мы его назвали бы вот умничка ты моя боже лучшее правильную кнопку в simsie прожала молодец и прикинь реакция а мамы мы решили рассказать эту новость лично родителям чтобы увидеть живую как они на это отреагируют их эмоции мамулик привет в чем не этот сарай то не показывали и от это что вообще сука я такой в майнкрафте строил что с этим домом вы можете мне объяснить над дверью стекло это дизайнерское решение байткрафта слева от двери стекло справа снизу панорама в пол чуть правее еще ниже маленькая форточка ну и пи***ц мамулик привет привет а папа где папа на работу его вызвали а что мы были на втором скринин она так говорит как будто папа уже давно ушел из семьи ну что там с ребеночком что он здоров здоров и он девочка блин я счастлива я очень рада я безумно рада а как же стримерская деятельность никитосика я что-то не понял у нас будет в доме маленькая что-то если учитывать что этот выпуск выходил год назад получается и что уже давным-давно это снято что-то я не заметил чтоб никитос стримил чё никитос не пошло что не залетела по ходу а прикиньте на самом деле сейчас никитос это какой топ-1 стример по казино на кике блять а мы просто и не знаем даже . наше маленькое счастье алё пап мы со второго скрининга пришли нет все хорошо ребенок здоров вот мы маму обрадовали очень может догадаешься у нас розовые шарики нет у нас будет не внук а внучка ничего не понял кто кому папа на вот эту хуй нужно вообще убирать в принципе почему чужой человек грит пап чей папа родители парня и его девушка называет его папой вообще ненавижу такую хуй это вообще не норма передумал и дал тебе в ручку 100 процентов теперь девочка будет значит я молился не зря говорит сегодня мне позвонила мама спасибо понюхал в парке хоть мы с ней и помирились в больнице видеть я ее не особо хочу но дышать свежим воздухом не полезно так что я согласилась прийти сейчас очень большие перемены жизни посадили в тюрьму ребят ну вот не было же никогда такого ну надо нового найти от него еще короче сейчас родит и над следующего от него рожать уже она короче решила сразу двух зайцев убить тут еще просто жду ли тоже от телеканала ю я думаю она туда сразу захотел а чё нет подставили там очень неприятная история очень да и ты его подставили очень неприятно реально он так-то человек честный но его подставили блин а еще эти правоохранительные органы быть вот эти вот тоже там в деле блять ой подставили блять подкинули короче ему там килограмм в карман а он шел даже не почувствовал не увидел что ли говорит хорошо у нее все будет тоже фраза все будет хорошо как хорошо у нее папа ушел ну и папа ее ребенка ушел перед отмотай что зачем папа ушел в тюрьму подставили там очень неприятная история я потерял ребенка не но это вообще какой-то хэппи хаус на фоне то прекращай не плачь пожалуйста все будет хорошо прекрати ну ты чё мне не было поддержки нет тебя звонков я не ожидал что ты отвернешься правда просто не ожидала мне ну для тебя мама тоже никто не ожидал что ты отвернешься и оставишь детей одних но к сожалению мама так бывает когда ты в детстве на ребенка это буквально ну по на пару десятков забиваешь ну тебе в жизни никто и стакан не подаст к сожалению я согласен с этим миром я согласен с этим миром так должно быть с каждым ублюдком который дропает кого-то чтоб ты сидел сука один в говне весь я осознавал что ты делал не так погуляла и хватит конечно никто не заслуживает выкидыша но как бы подставили мужика блять очень сильно подставили бля ни за что сиди час было настолько больно карма как будто обидно не думала что какая-то моя поддержка тебя будет нужна любитель шоколада спасибо маму с днем рождения много не бухай мне насти очень не хватает особенно сейчас когда нету поддержки ниоткуда рома у меня находится в тюрьме я потеряла ребенка с насти мы просто потеряли всяческую связь опять же из-за того что она оказалась под влиянием бабушки мне жаль что мама потеряла ребенка но мамины слезы меня не тронули не знаю возможно это ее уловка чтобы разжалобить меня в жизни было много моментов когда она притворялась хорошей а потом придавала мое доверие но есть один плюс то что рому закрыли в тюрьму я этому на самом деле очень мы все рады мы все рады и будет себя вести совершенно по-другому я не хочу таких отношений с тобой как у меня с моей мамой 1 ненависть ругань и скандал я думаю тебе не хочется так тоже нет конечно мне дочь не хочет я хочу чтобы все у нас было хорошо вечером я рассказала никите о нашей встрече с мамой а когда встречались мне вот этот звук что-то вален смотрите зачем ты мне вот этот звук напомнил свою игру сейчас поймете прочее внимательно прислушайтесь вечером я рассказала никите она там когда раунд начинается такое видео встречу с мамой а когда встречались а то есть когда ты мне сказала что этого алина была зачем ты мне врешь почему-то мне сразу не сказал что ты была у мамы ну потому что я не знала как ты на это отреагируешь ну ты же мне это все равно говоришь я в любом случае на это будут также реагировать логично хочет со мной помириться очень скучает говорит что нужно есть а до этого не нужно было ну как всегда как рома нет она сразу вот про детей вспоминает ты постоянно веришь ты доверяешь доверяешь а потом снова вот начинаете складники тос них у вас я приезжаю за тебя может быть попробуем дать ей второй шанс уже тысячный шанс зай как будет он рядом она снова на тебя положишь ты все ну все-таки может быть она переосмыслит все за этот случай когда дети умнее родить учетки попробуем ну зайну вы же уже все решили без меня ну так я хочу чтобы и с тобой и с родителями вся проблема решилась ну и как ты хочешь их помирить ну не знаю чтобы встретились мы все вместе поговорили я не особо верю то что они может измениться потому что они всю жизнь выбирала мужиков они своих детей я хочу верить что мама изменилась искренне желает помириться с нами ребят при всем уважении к никитосу который пикит базу нам исключительно какой у него ник вот простите надо лишь уговорить тетю лизу и папу андрея встретиться с ней и наконец-то познакомиться им да я уже не в восторге а папа если еще узнает что они приходят я думаю нет мамы будет без рома рома посадили маму я уже все это об этом с ней поговорил давай ты тоже не будешь начинать а то она не выдержит тем более сейчас вообще нельзя такое у меня уже идет третий триместр беременности а наши с никитой родители до сих пор не знакомы да и попами все не было времени а тете лизе и папе андрею было достаточно того что я им рассказывала о своей семье но сегодня наконец-то мы собрались поужинать вместе вот только папа андрей как всегда пропадает на работе боже хоть на человека стало похоже ёб твою мать табать а мой это и хорошо ведь он до сих пор не может забыть как моя мать довела меня до больной крылышки хорошо конечно что ты к нам пришла мне очень не хватает настя я очень хочу с ней все-таки помириться я абсолютно не против вы общались настеньке то тоже ты необходима будет нужна поддержка как бы как одной бабушки так и второго конечно не сложились у меня отношения и мнение хорошее обранье но настя ее все равно живет я не зачем вы это делаете учу блять интернет злодею так не надеяться на какие-то взаимные теплые чувства со стороны они я очень рада что все-таки ты вышла с нами на такой диалог что ты все-таки не хочешь со мной помириться и я этого очень хочу но у нас это уже не первый ребят вы посмотрите мой тг у меня там котик на фоне поставить какие-то границы условиям чтобы у нас просто не было этих ссор хорошо я тебя слушал мам насчет карты я хотела сказать я понимаю что рома сейчас не тут но все-таки зная рома что он может на тебя любыми всяческими способами словами просьбами повлиять и в итоге просто не знаю может взять на меня кредит я не хочу чтобы потом у меня были какие-то долги из-за его каких-то причуд я хочу обезопасить не только себя но и своего ребенка от каких-либо ситуаций связанных с моей банковской картой неужели ты думаешь что я настолько там не знаю сумасшедшая тварь негодяй ну или же уже такие ситуации рома просто взял украл ваши общие деньги просто общие и потратил их за ты вообще встаешь постоянно на сторону ромы вот от меня вообще очень бесит то есть у тебя дочка есть которая по тебе скучает от никитос ты субординацию то соблюдай он и сыр ты тетеньки чё ты тыкаешь а ты говорит ладно ей бы тыкать но вообще в принципе какая-то ну смысле ты ты при любой ситуации говорит что что рома самый лучший он прав даже в тех ситуациях когда он на самом деле совсем не прав и вообще если честно рома вот довольно таки неприятный человек у каждого конечно свой выбор далеко не лучший вариант но это мой выбор ребят я тоже хочу быть счастливой понимаете все здесь все просто а вы сейчас просто скоб ребята она просто хочет быть счастливой так наваливайтесь и думаете что блин классно классный у вас ужин ребят спасибо за примирение что блять за хуй а вылезла я краем глаза заметил осуждаю подожди не уходи а нет спасибо лиз я сыток и ужином нет там окно не иди туда или там дверь никита по сути кто ну они для насти значит да а вот для меня ничего не значит ну конечно с таким гонором слушай надо тебя наверное прощать как бы это твои родственники получается как бы но технически они те никто до технически они тебе никто а так это твои родственники уже с момента как пузо начало расти я не обязана с них это ферма что ли какая-то образом отношения ты как зайка как как я могу быть еще я просто знал что так будет все как всегда ничего нового как я понимаю значит она не особо сильно хотела со мной помриться если все так произошло лучше мне больше не общаться и мамы было бы даже хорошо если она больше не появлялась наш я лишь не раз убедилась что решение заблокировать и и это верное решение завтра тихтоки включу у меня и не обнаружила рядом никиту утром пока настя спала убрать эту вот я оставил ей записку о том чтобы она следовала указания то про утро любима у меня для тебя сюрприз внизу тебя ждет такси я думаю что же там может быть какой он может быть сюрприз мне решили приготовить таксист на ожидании уже два часа если что там стоит никитосу там 2000 накапало уже и конечно я сразу начала собираться и незамедлительно побежал на такси малышка привет но это предложение и пать спасибо у меня есть для тебя сюрприз мы стоять не так давно хотели сходить на квест и я выбрал более меня не страшно потому что она боится ужастиков ты ащи фрик что ли это наш беременная опасно как бы не тут есть коробочка мы должны найти магнит а этот умные крест и классно на самом деле мне понравилось я с большим животом танцуют кашу похож необычно я думаю она поняла то что вот он сюрприз квест на самом деле главный сюрприз а сейчас такой подойдет другой угол говорит тут написано задание на пик на мурманск у тебя 29 нет неправда это вообще неправда шок мне хотелось плакать и смеяться я очень у них флирт элитный а на богатом что-то реально другу донатят ну креативно подошел да мне нравится почувствовал себя самым счастливым человеком наконец-то это свершилось это все-таки события очень долгожданны почему так бы дебил был но хорошо что предложил правда мы еще не решили когда пойдем за поэтому родителям пока говорить об этом не будем хотя понимаем что расписаться нужно до рождения дочки кстати как мы ее назовем тоже не определились родители никита предложили имя вас это помело ребят если что это помело вкусная сука может еще какую нибудь мы посмотрим может быть не василиса но я вот не знаю к моему имени то есть к отчеству да очень сложно подобрать будет имя очень никого нету и не понимаешь чем прикол никитос никитос они не доживают до момента когда у них дети рождаются и артемы тоже вот нету не китникитичей и нету артемовичей я тебе говорю сразу ты первый задокументированный никитос у которого будет папой блять у которого будет никитич на гендрит глафира бля вот короче ребят если хотите чтобы вашего ребенка в школе чмырили то в принципе это идеальный пример того как нужно выбирать имена гендри это как будто болячка почему карлина когтейна очень красиво вообще нет может быть каролина еще более-менее ну какая-то гендрит чего вообще выдают прям красиво имя мая никитична как ты думаешь ей нравится имя мая конечно мая никитична моя девочка только так как об этом родителям теперь сказать да ладно зачем мне это делать я лишний раз убедилась что решение заблокировать зачем он смотрит спойлеры блять вот на самом деле беременную смотрит только долл его какие-то вот ну я и вот реально находится беременную 16 смотреть ну ты на все смысле долл ебы беременную смотрят ладно я тут по факту тут по факту я согласен а чё я чё говорю что я умный что ли нет я долл я и смотрю он оскорбил 15300 беременных пусть извиняется иначе как с мурманском будет предупреждаю мне очень нравится что никита все-таки стал более серьезным и внимательным он начал разговаривать с нашей малышкой через мой живот мне это очень приятно сегодня у меня третий скрининг жаль что никита не сможет со мной пойти у него много работы при продаже все не сделал ты молодец что нам докупить еще осталось коляска кокон и немножко одежда синтрический ринг а там видно будет какой-то кирешковый арбитраж у типа реально перевернулась или нет мне нравится что никита стал серьезнее относиться к тому что мы стать будет если никита с матерью вот так сильно хотели расписаться до родов чтобы долю в квартире настя получить по сиротству него гордон ты чё-то гений какой-то данным родителями думаю что он будет классным отцом но разве плохой папа запомнит что у ребенка на скрининге бал дурка подождет аукционные есть головка какая головка без головок расположена нас посмотрите головкой вниз голова по ходу и вот он стал так как надо перемещаемся сердечко видим то ритм хороший кстати сейчас я поставлю ритм 150 bpm мы его увидим пока я была на исследовании никита договорился о встрече с родителями мы давно не виделись соскучились барсик мне сейчас поможешь а ты дочь и проходимами поцеловать ребенка идем 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 ты мне просто ключи попадаешь ладно сыночек да хорошо мы сейчас это пойдем пусть они тогда любят мы только после скрининга какая семья адекватно запи вообще в шоке такое бывает вообще девчонка как она у нас все-таки . это заебал в пепом пигами своими уже грибас лег спать пока я ее иногда буду воськой называть да не там полосочки пожалуйста давай как дома дела да нормально все нормально да у вас хочу когда распишитесь то уже пора наверно сыночек будет радость такая хотелось бы чтобы повторялась история насти у которой в свидетельстве о рождении вместо отца стоит прочерк любая девочка должна хотеть выйти замуж но я хочу вот они по предварительному сговору то ёб твою мать начали давай на мать слышу сейчас насядем и от на них да 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 ну конечно сколько я уже это говорю у ребенка должен стоять папа я должна сказать это вот моя внученька влащенко василиса внученька власенко василиса никитична это просто имба мы с никитой предвидели что родителям может не понравится имя майя но это наш ребенок и нам решать как его назвать а ты знаешь что ее теперь уже не василиса будет у нас не будет василисы никите тишина моя будет моя никитична красиво звучит ну а когда нам покажите фотографии только там ребят когда у меня будет ребенок не дай бог мальчик первое о чем я задумаюсь как его отчество будет быть или там девочка как ее или его отчество будет хотят чё я задумаюсь владимировна звучит хайп владимирович звучит хайп вовановна классно звучит мне повезло как вас зовут но есть еще такое понимание матчество я не знаю как оно склоняется володьевна тебе повезло дениска денисовна охотно звучит тоже николая евна федорович артемович чего учел у тебя не будет детей алло а как правильно матчество склонять верониковна алиновна полиновна марьяновна я виктория викторовна прикольно у тебя родители конечно под запарились сразу голова я тогда тут два глаза но не может быть у нас потому что без если вот это вот голова как вот это может быть у нас это пальцы для внучки дети нас конечно семенами не особо радует нам очень понравилось имя василиса надо перестроиться в ответ на нашу новость о новом имени для малыша родители тоже подготовили для нас сюрприз родители предложили в нам всем вместе переехать в красно алло долбороб ты тиктоком ошибся этот вич иди на отсюда детишек веселить блять вон и под своими звуками переименую себя слышишь в сын шлюб тогда на пыль андарский край купить там большой дом и жить нам всем вместе я наша малышка никита его родители я очень сильно удивилась днем рождения репер очень сильно обрадовалась ради мы поедем листаря да дочь приедем там уже что там вообще там живут родственники тети лизы да и климат на юге куда приятнее чем здесь а самое главное моя мама будет далеко и я смогу оградить своего малыша от негатива ну вот смотри ты родишь да и ну как бы вот они захотят прийти в гости в озоне его и сразу безо что это рома так вообще его знать не хочу вот если твоя мама захочет увидеть ребенка я считаю что увидеть она пусть она хоть поймет хоть сейчас что она потеряла пускай придет пожалуйста от нее никто никуда не скрывается и заблокирована испей было интересно как ее внучка сейчас да она могла и через егора позвонит аня она наверное еще не совсем сама взрослая у нее свои какие-то обиды какие-то у а у имени яша отчество яковна нет яша и по-моему отчество будет лава нет нет разве пожелание к насти чтобы настя к ней как-то относилась иначе но сейчас мне кажется больше внимания требует насти сегодня настал долгожданный день мы с никитой прислушались к его родителям и решили все-таки до рождения ребенка у заходить на олимп не свои отношения в загсе собрались все мои близкие не пришла только мама я ее не звала не хочу чтобы она испортила особенный день в моей жизни да я она за все это время не попыталась выйти со мной на связь чубы 5 рефералка на ушли тупы отец а кр-код на куда он ведет для клавиатура умерла 5 погодите мужем и женой погодите секунду клавиатура умерла хочу посмотреть что там за кэр-кодик чё это и какие-то как это какие-то координаты я осуждаю для меня было удивительно дети не позвали они ну это их решение если бы они присутствовала в жизни настя конечно я думаю на регистрацию она обязательно было этим же вечером в близком кругу я никита родители и брат никиты моя бабуля и мой брат отметили нашу роспись вот мы очень вас поздравляю и поверьте для нас это тоже важно что все хорошее у вас было семья была вас крепкой я надеюсь она пьет сок бабуля сначала послезилась от счастья но потом расстроилась когда узнала о наших планах на жизнь но я не в восторге то что они хотят уезжать отсюда но чем плохого ребенок будет хорошем климате жить достаются здесь и там родственники во первых там будет лизана мама плюс там а родственники они там не одни будут на самом деле мы замуж выходили все мы вышли замуж за нас решает может сейчас надо будет хлопотать насчет ее от этой квартиры она может написать доверенность чтобы вы представляли ее интересы суде только сейчас поняла шухи с одного возраста с матерью этой девочки да 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 я очень конечно расстраиваюсь за того что она уедет на мысль здесь не помочь ничего там только будут родители никиты никиты все больше не бабушку пиздец как жалко очень весь выпустят родственники у них она и глаза не видел никогда давайте будем говорить откровенно вы и горка вот это вот все родственники которых мы видели с настиной стороны не скажем так мама в жизни не участвует и других родственников мы их даже не видели их нет но это твоя жизнь я туда не полезу вот скажите как вы думаете мы ее у себя в семье за все это время обижали нет правда же нет мы о ней заботимся вот никита даже иногда говорит я думаю что вы настенька любите больше чем меня я не думаю я знаю кто все так хорошо у меня уже 38 неделя беременности до родов осталось совсем чуть-чуть ходить мне стало очень тяжело быстро устоят ноги болит спина появились растяжки никита меня поддерживает и во всем помогает солнышко моё я тебя люблю думаешь я не тесно там внутри мне не понравился данный выпуск никакого пица здесь не происходит мать только мразь а вот все остальное это какой-то пиец что-то как-то все похоро овощ звонит хесты я предлагаю скипнуть на ну прикольно мне очень понравился с того что это необычный выпуск тем что казалось бы здесь все базовом короче за исключением того что они в 16 ребенка заделали девчонки опять же неизвестно что там по образованию бла-бла-бла все дела нет посмотрим что очень уже тесно очень видно где она тыкнет что она сделает как перевернется все это очень чувствуется также она может больно пнуть состояние моё ухудшается с каждым днем да нет ну просто она там родила в конце если кто не знает и типа все у них хорошо потому что ну потому что вот нахуй осмотреть дальше ну просто она там родит все у них будет за и бумба и потом она такая скажет девочки рожайте все вот тут она скажет есть любящие люди я бы хотела сказать что если с вами есть любящие люди которые вас поддержат и будут вас любить то в этом ничего страшного нету не нужно бояться ранней беременности вы поняли ездитесь школьники сука плодитесь как кролики в любом континенте российской федерации так все говорят здесь потому что что романтизация на юной беременности у нас происходит а чё и нет ну если есть люди которые поддерживают ну тогда это норм а если нету людей которые поддерживают тогда не норм нихуя поняли вы все долбаю это чушь я вот этот вот эту вот концовку я предлагаю просто нахуй вырезать потому что мне не очень нравится посыл вот сидят какие-то на и дети и дают мне советы что типа ничего плохого в ранней беременности нет опять же забываем про то что ты блять со своим пиздюком он орёт сиську сосать бытовуха ёбаный в рот еще с ним гулять нихуя ты по образованию никто звать тебя никак потому что ты чё чё вот никто никогда не скажет что по учебе вы бомж и где-то если вам понадобится какая-то работа ты будешь сосать потому что у тебя нет образования никто никогда этого не говорил никто не скажет что я поднялась по карьерной лестнице это стандартная модель от всех отношений почему-то где мужик идет работает она просто домохозяйка убирает дома какой ее интерес в этом ну когда у тебя есть ребенок ты же понимаешь что тебе самореализоваться намного сложнее ты же вы же это понимаете и что ты девчонка у которой нет образования берешь просто залетаешь вместо того чтобы подниматься по карьерной лестнице оформить себе свою молодость так чтобы блять уже потом ни в чем себя не отказывать и ну и пиздец нет ты выбираешь сидеть дома мыть полы стирать носки блять сука пока твой мужик хуярит на работу ну это заебись нахуй если честно вот в принципе что я хотел сказать в чем проблема потом будет четыре года пойти отучиться ни в чем не проблема мужик ты будешь учиться в то время пока все отучились и сейчас растут понимаешь по карьерной лестнице у тебя дохуя времени так я хочу сказать что ты не один во вселенной и что люди на с каждой секундой где-то учатся где-то растут а ты вырастешь пиздюка потом нихуя из себя не представляя будешь принципе работать менеджер какой-нибудь за 60 тысяч рублей твоя жена будет тебя дома сидеть ждать потом у тебя пиздюк потом школа хуёло потом надо будет еще больше бабок ну я не знаю чё эти честно для меня понимаю что многие так живут и возможно потому что не получилось но они хотя бы пытались тут даже попыток не будет если честно тут даже попыток не будет а что еще раз говорю в то время пока все люди в таком возрасте социализируются знакомятся что-то там еще учиться параллельно начинают на работу устраиваться вот этот опыт свой первый ну скажем так трудовую книжку нарабатывать да ты сидишь с пиздюка воспитываешь чтобы потом начать обучение ну бля я не знаю приоритеты говно но сама парочка это довольно взрослой себя показала она не вызвала у меня никакое отвращение мне очень понравилась эта парочка но я считаю что вот это вот мотивация где они видимо девчонок заставляют которые рано родили блять заставляют их говорить эту хуйню для того чтобы это было выгодно для нашей страны потому что у нас сейчас демографии проблемы это смотрит малолетний дебил и думают что она у меня тоже все хорошо я тоже ребенка заделаю а меня там не любили я заделаю нихуя это не норм и вот этот посыл он как прям проскакивает в конце не одна еще не одна за напомню не одна девчонка даже несмотря на то что пи**ец даже когда все плохо и ты уже живешь на улице она все равно говорит ну нам не важно что у нас мужик ушел мы сами справимся когда все говорит если вас ну кто-то поддерживает ранняя беременность это неплохо блять это ебать как плохо алло добавляем туда риски летала на потому что ты как ребенок ты не сформирован если чё дальше там ребенок блять родится пи**ец какой с болезнями скорее всего что блять это вообще ничего не рассказывает никогда блять об этих рисках прикольно тебе в 16 блять родить а у тебя ну там не знаю ребенок вообще разговаривать никогда все же не сможет и что блять делать в общем блять я не знаю вот этот посыл убираем а он наверное не уберется блять ну хз чуваки не знаю меня блять прям чё то если честно жопу прям рвет и чаще всего эти ебанаты они короче поняли еще пи**ки в своей голове в силу того что они пи**ки они скидывают своих детей после этого шоу естественно это шоу это постанова не все там так радужно как вам кажется они скидывают своих пи**ков на близких а сами идут блять дальше вы можете почитать что с ними после происходит вы узнаете блять очень много интересного если у меня есть сейчас какие-нибудь девочки там 16-летний мальчики надеюсь у вас мозгов хватит от такого хуйни заниматься но кстати тут в комментах люди довольно умные такие говорят вы чё ебанаты тут бабушка один персонаж адекватный но я не скажу на фоне всех фриков которых я видел выпусках самая адекватная пара но опять же не исключен тот факт то что они залетели блять пи**ец как рано я говорю проблема решится проще понятно что государству выгодно государству ебать как выгодно то что ты блять родишь потом еще быть и выгодно что вот это вот мать его и их мать вот это вот конченый человек тоже выгодно что она рожает